выдели бы ту же самую табличку чтобы мои проголосовали вместо меня извините просто не знал ну вот нам надали борисовна сказала что мы такие технологии не используют вот это как раз то о чем ты говорил ну а дай все павлов писал зал павла масле расписывались момента тогда не надо раз вырвите голоса на работу не помню еще на два года не значит количество первых мест вторых мест 2 2 2 4 3 как 3 4 3 ну как 2 2 4 получается 8 сейчас начало проголосовать вообще не знаю кто за них проголосовал вообще я знаю кто может даже не обучившись который на гутузской религии как как Спасибо. Спасибо. Пока еще ничего не сообщилось. А? Заинтригованы. Сейчас разберемся. Есть вопрос, будет ответ. Спасибо. Спасибо. Модивация человека, чтобы выиграть был виден. Он так старался. Он очень хочет. Вопрос был решающим. 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 Так мы с вами решили. Если они обещали и не обещали, я предлагаю тогда, вот я просто последнему претенденту, как вы понимаете, условия свои выдвинул, мы абсолютно спокойно можем сейчас пригласить «Сити Энерго», объявив его победителем, да, и еще раз задать ему вопрос. А что за обременение? Вот один наглот миллион, это кто должен, если будет за обременение? Я поднимал вопрос гарантии того, что у нас не возникнет обременения на предмет согласования проектных решений производства производства в армии. Ну, возникли, и кто этот миллион платит просто? Никто. Стоимость снять, у нас с вами какая мощность присоединения сегодня? 19. Чего? Мегаватт, ампер. У нас сегодня обременение предполагается по ячейкам, о которых будут соседи? Нет. Нет. Я просто, нет, так, знаете, вот я не очень понимаю, я просто хочу, чтобы у всех была единая, если мы сейчас будем его вызывать, нужно, чтобы у всех были, ну, в некотором смысле. Если мы сейчас получим временное, то мы с чего начали, того пришли. Временное у нас есть, мощности хватает. Хорошо, давайте сейчас их еще раз вызовем, озвучим. Есть предложение или нет? Да, конечно. Я скажу, что это будет и лучше. Если это будет временное, ну, давайте, ну, все здесь, никто никуда не ушел. А здесь никто постоянно не дал. Да мы уже вообще сейчас, грубо говоря, сделать второй тап тендера и повезти еще один второй тап тендера. Ха-ха-ха. Ведь тендеры же это не самоцепь. У нас тут для окончательного принятия решения не хватает ответов на некоторые вопросы. Какую группу вы нам гарантируете при соблюдении ее прохватки кабера в соответствии с размещением? Вторую или третью? Еще раз, по техническим условиям? Да. По техническим условиям у нас вторая категория. Вы гарантируете, что мы получаем вторую категорию? Да. Потому что есть вопросы, что, может быть, мы получим третью? Нет, смотрите, если у вас не будут выполнены все технические условия в полном объеме, то... Я сейчас говорю, какую группу сможете вы нам организовать при получении... Второй категории. При выполнении тех вот... Работ, да. Проклады, которые... Два питающих центра разных будет, да, вторая категория. Вторая категория. Да. Мы можем написать этот протокол при условии, там, некоторых гарантий с вашей стороны? Да. А в какие гарантии мы можем получить? В гарантии... В договорных отношениях. Ну, как бы-то одно из условий договора будет, что вторая категория... Ну, я просто хочу поэтому ввести штрафные санкции, условно, да, чтобы не получилось так, что кто-то потом, знаете, с этого паровоза соскочит и... Да. А какие? Нет, ну, вы предлагаете свои, какие-то штрафные санкции хотите, это все обсуждаемо. Сейчас уточним. Ну, вы предполагаете, что... Ну, вторая категория, да, два питающих центра. Вы говорите, что второй получен при условии выполнения всех технических условий? Нет, при условии, что вы будете включены от двух питающих центров разных. То есть, независимо от полностью выполнения технических условий или нет? Я вам другое скажу. Допустим, девятый участок, мы когда работали, включали... Микрофон включите. Девятый участок здесь, Москва-Сити, вот, включали, им дали временное разрешение, но вторую категорию на обкатку, там, оборудование лифтов, потому что, там, лифты только по второй категории можно обкатывать, по третьей нельзя обкатывать. То есть, вторая категория... Ну, опять же, да, я говорю, как я говорил, нужно конкретно разговаривать уже, когда подойдет вопрос получения. Если у вас весь комплекс работ по техническим условиям не выполнен, да, вы полное выполнение, справку-то не получите. О чем я и говорю, мы справку не получим. В общем, выполнение, вот, акт развлечения. Здесь маэск, здесь мы. Вам технические условия дают не просто... Они ошиблись. Ну, тогда дайте мне не ошибочные технические условия. Вы нам предоставили в виде исходной информации технические условия, где написано то-то, то-то, то-то можно сделать. За нами такой комплекс работает. Эти 15 участок, он через 5 лет только ведется, а мы с ними должны закрессоваться. Поэтому получите временное разрешение на 5 лет. Угаз ничего не понимает. Получается, что в любое время, где никогда эти дети... Ну, сосканули, это решаемый вопрос. Решаемый, я знаю, решаемый вопрос. Опять же, тот же самый, тот же самый, 9-й участок меняли технические условия. Их там другую закольцовку не делали. Это... Капитал-группу. То есть... Там разные, разные ситуации. Почему? У них также не хватает одной связи, не хватало им... Нет, нет. У них где акт развлечения? По какой... Где-нибудь по низкой? Четвертый, по наконечникам, в питающем. В питающем? Относите, по вас, четвертый участок. У них кабель абонентский тоже. Прямо один питающий, два кабеля. Это четвертый участок. Это четвертый, девятый. Это за счет средств, там, тарифный, двух. Капитал-групп, да, там, маяцкий. Капитал-групп, да. По наконечнике, в РП. Но там четыре питающих кабелях, и они выполнили уже. Я имею в виду... Если вам пример привели, вот так, в Сити-Полос, четвертый участок. У них абонентский кабель, как у вас. Они получили вторую категорию, полное выполнение. Изменили технические условия. Связи им выкинули, все, и все. По техническим условиям. Не, ну, понятно. Я не могу еще заняться. Если я сейчас дам, это уйдет еще на год. Хорошо, а я так по-другому просто мировую. А вы в состоянии, условно, там, оказать, там, некоторое содействие? В рамках другого контракта. А сколько это будет стоить в рамках другого контракта? А я вам уже озвучил цифру. Один миллион легаватт. Ну, порядок такой, да. Есть у нас и 19, стоит будет 20 миллионов. Не мою дело, конечно. Ну, опять же, это, я говорю, цифры как бы не под протокол, а порядок. Я не цифру дал. Хорошо, понятно, спасибо. Это вы получите постоянное разрешение на вашу мощность, на всю жизнь. Субтитры показывают. Хорошо, понятно, договорились. Тогда какие перспективы, а? Да, на самом деле, без денег все равно этот вопрос не решить. Эти цифры, они озвучивались, они были, в принципе, изначально известны. Да нет, ну, это понятно. Это не в привязке к эфм-подрядчику. Любой другой, наверное, те же самые. Конечно, то же самое. То же самое, конечно. Поэтому никто не мог сказать про постоянное разрешение. Да, все сказали, что не смогут. Это они сказали? Не, они тоже не сказали. Не, они тоже не сказали. Сказали, которые, может, не понимают. Да, те, которые не понимают, я не говорить не хочу. Это и так понятно. Мочетендор состоялся. А? Дендор состоялся. Хорошо. Есть вопросы еще тогда? Утверждаем протокол? Да. Все, спасибо тогда. Значит, Иван, объяви, пожалуйста, победителя. Так, забирай. Да, все, я сейчас все сгребу.